Новое оборудование в больнице там, где оно необходимо. Грамотное распределение койко-мест, строительство нового онкологического центра в Туле. Сегодня на заседании экспертного совета один из основных вопросов касался областного здравоохранения. Подвести промежуточный итог собрались в том числе руководители экспертных групп, которые уже больше месяца работают на стратегии социально-экономического развития региона. Активно обсуждали и кадровый вопрос, как должна идти подготовка специалистов. В том числе и звучали предложения активнее проводить профориентацию учеников. Об этом просили и сами школьники. Они были приглашены на заседание экспертного совета. Надежда Милехина подробнее. Оптимизация здравоохранения прошла. В лечебные учреждения региона поставили дорогостоящие оборудования. Но пока качественная медицинская помощь доступна жителям области не всегда. Как ситуацию исправить, знают врачи. За время работы экспертной группы они выработали целую концепцию развития здравоохранения. Основные положения озвучивают на заседании экспертного совета. За столом около 40 человек. Это медики, педагоги, промышленники. Подобный совет собирается во второй раз, чтобы подвести промежуточные итоги работы над программой социально-экономического развития региона. У нас трехуровневая система оказания медицинской помощи. И, конечно, если это первичное звено, там, допустим, достаточно лаборатории, обычной клинической лаборатории, биохимической и рентген на одно-два рабочие места. Если это же межмуниципальный центр, который на себя берет уже второй уровень оказания медицинской помощи, там более уже высококлассное оборудование, там должны быть специалисты различных профилей. Кадры решают все. Еще один вопрос – подготовка специалистов. И снова бурное обсуждение. Региону нужны рабочие. Представитель крупного металлургического предприятия рассказывает, в следующем году в Туле запустят первую очередь стали прокатного производства. Откроются почти полторы тысячи вакансий. Это слесари, машинисты, электрики. Подготовка рабочих профессий в регионе идет, но необходимо популяризировать технические специальности. Эксперты предлагают вести профориентацию уже со школьной скамьи. Те слесаря, которые придут работать к нам, не самая активная часть населения нашего общества. И необходимо идти ближе к ним. Поэтому создание сети в каждом районе, вот те самые, может быть, кружки научного технического творчества, где занимаются физикой, химией, начиная с профильных классов, седьмого, восьмого, для нас это тоже будет таким хорошим большим подспорьем. Узнать больше о разных профессиях хотят и сами школьники. Они приглашены на заседание экспертного совета. Ребята также пришли с конкретными идеями. Егор Кармаренко предлагает вернуть практику учебно-производственных комбинатов. Одной теорией сыт не будешь. Поэтому учащимся необходима какая-то практическая деятельность, чтобы они могли определиться, какую профессию им выбрать, по какой специальности пойти обучаться и работать далее. О профориентации говорят и агрария. Они также ощущают нехватку кадров, потребность молодых специалистов и у оборонщиков. Местные учебные заведения закрывают лишь 80% их вакансий. От представителей вузов звучит предложение – делать упор на целевой набор. Так и работодатель знает, кто к нему придет после учебы. И студенты уверены в завтрашнем дне. Те предложения, которые были сегодня сформированы в рамках экспертного совета, будут сформализованы и представлены в проекте программы, которая в конце мая будет представлена временно исполняющему обязанности губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмину. И далее следующим этапом будет презентация данной программы общественности, Туликам и дальнейшее обсуждение, утверждение и реализация. Итогом работы всех экспертных групп должен стать единый документ с конкретными предложениями, как должен развиваться регион в ближайшие пять лет. Надежда Мелехина, Виктор Бобров, Первый Тульский.